приветствую вас на своем канале мудракован нажав правом нижнем углу видео на значок вы подпадаете мой канал где представлены все видео и аудиофайлы которые для вас будут интересны и для ваших детей тоже а вот это самогрелка вот так как она выглядит внешний вид совсем небольшая где-то сантиметра 50 на на 35 а здесь заглушка стояла вот так вот она с одной стороны с другой стороны разъем для подключения вилки которая шла блок управления разборка электрогрелки фирма бау работала работала бах и все сгорело вот что осталось у него внутри вот это кабель сразу видно в одном месте он чуть-чуть перегнулся перегорелся прямо стал коричневым вместо белого а в этот разъем что там у него внутри внутри стоит диод и подключается кабель диод оказался целым но сгорело потому что в результате нагрева провода вот в желтом этом месте произошла пробой изоляции и короткое замыкание между двумя тэнами тэн это тоненькие проволочки одна совсем тоненько-тоненько а вторая намотанная он голубенького только цвета а имя чтобы закоротили и сразу выбила схема управления и схема защиты блоки управления это будет показано следующее видео а вот это пульт управления это электрогрелкой вот эта вилка включается в разделку вот этот разъем очень такой интересной формы подключается прямо в грелку так сделал что по-другому и не подключить здесь переключение винтики очень маленькие тоненькие включение и выключение регулировка температуры и внутри в этом блоке имеется схема защиты из двух параллельно включенных резисторов и параллельно двух диодов и как только а между ними стоит термопредохранитель как только получается короткое замыкание и перегрузка по току два сопротивления разогреваются до такой степени что прям начинает гореть и за счет теплового излучения термопредохранитель нагревается и просто вы его берете включает эту грелку когда вы разберете там будут сгоревшие два сопротивления и перегоревший термопредохранитель тогда знаете что в грелке приют можете сразу его выбрасывать бачка выходит из строя диод но это очень редко здесь очень мощный диод тонкие проводочки сделаны и халтурно вообще между ними очень тонкая изоляция между пивотенами пробивается на раз-два как только перегрелось так зарастал ли выходит из строя так что имейте ввиду тех кто будет покупать эту грелку и ремонтировать а вот и главный виновник все торжества почему сгорел электрогрелка почему не работает вот два сгоревших сопротивления а между ними стоит термовыключатель термосопротивление на 2 ампера ток и на температуру 102 градуса два сопротивления сгорели нагрелись и термопредохранитель взял и отключился все поэтому грелка перестала работать если у вас такая неисправность значит электрогрелку можете спокойно выбрасывать по крайней мере весь греющий элемент берете и выбрасываете как было показано раньше потому что диод он там железный как говорится ну выдержит дикую нагрузку а вот короткое замыкание между двумя тенами это вполне как говорится распространенная ошибка особенно если вы эту грелку мяли жали перегибали может еще стирали а может еще что-то с ними делали вот после этого это случилось вот эти два сопротивления нагреваются до сгорания термопредохранитель срабатывает и все и грелка выходит из строя вроде бы все то есть нормально дальше но грелка пользоваться нельзя если даже то пытаетесь найти там короткое замыкание в этой грелке и устранить то потом заизолировать все это закрепить это будет тоже опасно для жизни поэтому дальнейший ремонт почти что не допускается и в таком случае со спокойной душой отдавайте заказчику и пускай покупает спокойно новую грелку вот такие пироги до новых встреч счастливы вам всем нажав на голову кабана под видео перейдете на мой сайт где найдете много интересного необычного для вас для ваших детей также там находится список всех изданных книг где написано много необычного непонятного и познавательного который вас приведет в изумление